Океан Тетис окончательно сформировался в Пермский период, поэтому сюда, ну довольно важный факт для истории Евразии, в общем, буквально до последних где-то 5 миллионов лет, все время в центре нашей Евразии был вообще-то говоря океан, он заливал в том числе и юг Сибири, и практически все Балканы. Ну, континенты менялись, в целом можно сказать, что Тетис это океан между континентами Гондвана и Лавразия, но Гондвана и Лавразия периодически сталкивались, разделялись, поэтому его размеры Тетиса постоянно менялись. Ну, то сейчас от Тетиса осталось Средиземное, Черное, Каспийское и Аральское море, то есть Тетис разделился на 4 моря, а так вообще у нас все еще есть, между прочим, кое-какое море в центре Евразии, и это именно Средиземное море, это остатки Тетиса, и Черное море туда же, в принципе, относятся, это все Тетис, раньше это был огромный океан. Ну, открыли в 19 веке, так как постоянно находили морских животных, допустим, в Альпах, Карпатах, Гималаях также. В результате выяснилось, что эти горы сравнительно недавно возникли на том месте, где было море. Объясняли историю о Великом потопе, однако в 19 веке точно рухнули все аграрные религии, и Великим потопом уже не объясняли. Поэтому 1893 год геолог Эдуард Зюс, он предположил существование Древнего океана, который он назвал Тетис, и древний этот океан, прям вот буквально от Италии, где-то вот до реки Хуанхэ продолжался. Вот весь центр теперешней Евразии было что-то типа Средиземного моря теперешнего, только оно было прям вот огромное, поэтому называется океаном Тетис. Первоначально была теория геосинглиналий, и поэтому еще в 20 веке можно в ранних советских учебниках 50-60-х годов считать, что эта система какая-то была водоемов, то есть считали, что он был достаточно узкий. И там были отдельные вот эти моря по типу действительно Каспийского моря, но соединенные между собой. Сейчас господствует теория тектоники плит, согласно которой он был большой, и это был океан прям полноценный. Значит, Тетис существовал около миллиарда лет, образовался 850 миллионов лет назад, и до 5 миллионов лет назад, то есть он недавно вообще говоря распался, Тетис. Ну и вообще-то элементы Тетиса были и полмиллиона лет назад, вообще уже человек был, все еще, допустим, Каспийское и Черное море были от один океан. Ну вот, поскольку при этом еще все время менялись континенты, я говорю, что пиковый период формирования Тетиса, это скорее Пермский период, но он был это до Пермского периода. Значит, различаются несколько уровней этого Тетиса, несколько этапов его развития. Значит, прото-Тетис был в Докембрии в результате раскола континента Родиния, и он был в экваториальной зоне. То есть, тоже считается Тетис, но он был в районе экватора скорее. Имел толщину порядка 10 тысяч километров, то есть достаточно такой обширный. Вот как раз к концу полиозоя он смещается в ту позицию, в которой мы его застаем уже, когда человек сформировался. Значит, вот в Пермский период развитый вот этот полет Тетис, он называется, он от Альп идет до Цинглина, то есть примерно до реки Хуанхэ, до северного Китая, и вот это все океан. То есть, этим океаном залит север теперешних Балкан. Вот там, где сейчас Венгрия, это было море, Панонское море, это все одно из морей этого длинного океана. В конце полиозоя образовалась Пангея, то есть опять все континенты объединились, и в этой точке была земля, ну где-то вот там в Испании все смыкалось. Вот, ну и тогда уже технически все океаны тоже объединились, и Тетис был заливом Тихого океана, но очень таким длинным. Тетис напоминал тогда действительно Средиземное море. Средиземное море, в принципе, большой залив, да? Вот Средиземное море, но очень большое. Оно было от Альп и вот до Китая. Все это было море такое внутреннее. Мезотетис. В период Мезозоя разделились континенты, образовались Гондвана. На юге и Лавразии, на севере, и вот Мезотетис был уже такой обширный. Мезотетис в Мезозой, когда были динозавры, он был от Карибского моря, от Кубы, до Тибета. То есть вот такая полоса была воды через весь центр фактически Евразии. Наконец, не вот Тетис, это уже Кайнозой. Вымерли динозавры, пошли млекопитающие. Гондвана раскололась, и Африка и Индостан начали двигаться на север. Вот Африка и Индия, они были частью Гондваны, южного континента, и были гораздо южнее на самом деле еще. Вот они двигались на север, причем Индия, наталкиваясь на Лавразию, она образовала как раз Гималайя. Этот процесс поздний достаточно, недавно идет. А Тетис они постепенно сжимали. Примерно 50 миллионов лет назад Индия вклинилась в Евразию. В результате вот там, где было море в районе Китая, там образовались Гималайи наоборот. То есть Тибет тоже был частью этого моря Тетис. 50 миллионов лет назад это все прекратилось, и наоборот на месте Тибета горы все временные возникли, Гималайи. Получилось, что Тетис начал кончаться где-то в Казахстане. То есть вот со стороны Китая его уже не было, а он продолжался от Балкан до Балхаша. Вот Балхаш тоже остатки Тетиса. Потом Африка и Аравия сомкнулись в Севразии, в районе Испании и Омана. И вот из-за сближения этих материков поднялись горы, соответственно. Пиренеи, Альпы, Карпаты, Кавказ, Памир и так далее. Вот пояс вот этих всех гор, он поднялся на месте океана, потому что материки один и другой наезжали. Как я говорил ранее, и Сибирь была материком, она столкнувшись собственно с Европой, и образовались уральские горы. Это нормальная ситуация, горы возникают на месте столкновения этих плит. После всего этого процесса у нас все еще было Сарматское море. Сарматское море у нас было примерно 10 миллионов лет назад. Сарматское море продолжалось от Венгрии, где было Панонское море, и до Аральского моря. Крым и Кавказ были островами. Вот 10 миллионов лет назад Крым это остров посреди Сарматского моря, и Кавказ тоже остров, кстати. Оно было изолировано Сарматское море от Мирового океана, потому что там, где Испания, там была сплошная земля, там был перешейк. И поэтому, значит, оно опреснилось. Вот как Каспийское оно было. Сарматское море было огромное, но оно постепенно опреснялось. Около 10 миллионов лет назад Сарматское море все-таки прорвалось в Мировой океан, где-то в районе пролива Босфор. И продолжило свой распад, потому что образовались у нас, соответственно, Карпаты, Альпы. Вот та часть европейская, которая на Балканах, она стала землей. И где-то 5 миллионов лет назад уже были высшие обезьяны, уже что-то к человеку все двигалось. Было Меотическое море. Меотическое море это Черное и Каспийское море, которые через Северный Кавказ соединялись. Вот Волгоград, Дон, это было море 5 миллионов лет назад, и Черное и Каспийское море объединялись. Также они, естественно, через Босфор постепенно связывались они с Средиземным морем. Кавказ поднялся довольно поздно, и постепенно он вытеснял этот самый. То есть постепенно он вот эту перемычку северокавказскую постепенно вытеснял. Однако фактически Сарманское море было еще в период существования человека. То есть оно было даже полмиллиона где-то лет назад, когда уже первые люди в Африке точно были. Сарманское море объединяло Черноморье, Каспий и Аральское море. Заливало территории Туркменистана, Нижнего Поволжья, но постепенно Кавказ поднимался и все это дело вытеснял. То есть вот есть шутки про то, что украинцы выкупали Черное море, на самом деле они его засыпали. То есть Черное море было больше, постепенно земля надвигалась. И вот конкретно Кубань там вся была морем, да, вот естественно Крым был остров, вот это все места Одесса, там Терра-Парахерсон, все море это было. И буквально где-то 500-300 тысяч лет назад только сформировала современная карта, когда разбиты на три моря, вот эта вся ситуация, да, на четыре даже Азовское, да, вот это Черное, Азовское, Каспийское и Аральское. Это все остатки Сарманского моря, а Сарманское море возникло от океана Тетис. Такие вот у нас истории про карту Европы, ну и Азии.